Добрый день И господа, мы приветствуем вас в зале мэрии Москвы на торжественном мероприятии, посвященном 30-й годовщине окончания боевых действий в Афганистане и Дню памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. Внимание! Вносятся государственный флаг Российской Федерации, флаг Министерства обороны Российской Федерации, флаг города Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Для открытия нашей встречи на сцену приглашается заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Николаевич Гарбенко. Уважаемые друзья, позвольте мне зачитать обращение мэра Москвы Сергея Семеновича Собельевна, ветеранам боевых действий, воинам-операционалистам, участникам локальных войн и военных конфликтов. Дорогие друзья, 15 февраля 2019 года мы отмечаем 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана и день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Славную историю вооруженных сил нашей страны немало страниц писали воины-интернационалистов, которые с достоинством и честью выполняли свой долг в горячих точках планеты, внесли мир народам, самоотверженно защищали интересы Родины. Сегодня эти важные задачи успешно решают наши российские военнослужащие в Сирии. Мы гордимся мужеством и высоким профессионализмом доблестных солдат и офицеров, прошедших Афганскую войну и другие военные конфликты. Разделяем боль утраты с теми, кто потерял в боевых действиях своих родных и близких. Склоняем головы перед светлой памятью павших, чей подвиг не померкнет с годами. Воины-интернационалисты свято чтут традиции боевого братства, помогают друг другу и семьям своих товарищей. Организации ветеранов-афганцев играют важную роль в развитии общественной жизни столицы и патриотическом воспитании молодежи. Правительство Москвы будет и впредь уделять большое внимание социальной поддержке тех, кто является примером отваге, верности, присяге и воинским традициям отчизны. Желаю вам, дорогие товарищи, здоровья, мира, благополучия, новых успехов на благо России. Мэр Москвы Сергей Собянин. Я от себя лично хочу вас всех поприветствовать, пожелать вам благополучия, пожелать вам мирного неба над вашими семьями, над нашей страной. Вы знаете, когда на торжественных мероприятиях, особенно у людей в погонах, присутствуют ветераны, всегда им рассказывают особые почеты, уважения. Но вот сегодня я бы хотел сделать по-другому. Почему? Потому что уподавляющее большинство участников тех афганских событий сегодня сами уже ветераны. Здесь в этом зале есть люди, которые когда-то со мной вместе служили и которые постарше сегодня в возрасте. Но есть и совсем молодые ребята, наши дети, наши внуки. Я смотрю, вот здесь несколько суворусов, кадетов. Ребята, встаньте, пожалуйста, молодежь, детишки наши, встаньте, пожалуйста. Вы знаете, дорогие ребята, вокруг вас люди находятся, которые являются примером мужества, чести и достоинства, воинского братства и любви к своей Родине. Вы не найдете ни одной страны в мире, где вокруг вас будет столько замечательных и честных людей. Вам есть на кого равняться, кем гордиться. Желаю вам тоже удачи. И мы спокойно сегодня можем пенсионерствовать, ветеранствовать, зная, что вы у нас такие растете. И ребята, дай вам Бог удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Он начал военную службу курсантом Энгельского училища ПВО ВМН. Дослуживался до генерала-лейтенанта. Военную службу проходил в Уральском военном округе, группе советских войск в Германии, Трайне-Восточном, Туркестанском, Киевском военных округах. За образцовое исполнение воинского долга, Захаров Александр Ипомединович награжден многочисленными государственными наградами. В июне 1987 года Захаров назначен начальника политотдела 40-й общевойсковой армии членом военного совета. Генерала Захарова чаще видят в бригадах спецназа и парашютных полках ВДВ, в окопах мотострелков и на сторожевых заставах, чем в служебном кабинете. Особую роль генерал Захаров сыграл в планировании операции «Магистраль». В качестве члена военного совета Захаров предложил выбросить ложный десант над расположением баджахедов под хостом, что позволило бы вскрыть систему огневых точек и спасти жизнь многих наших солдат и офицеров. За успешно проведенную операцию «Магистраль» мужества и отвага указом президента СССР от 28 ноября 1991 года номер 2909 Захаров Александр Ипомединович награжден орденом Красной Звезды. Однако орден не был, к сожалению, своевременно вручен. Сегодня, спустя 30 лет, дочери участника боевых действий в Афганистане, Култыкиной Ирине Александровне, вручается удостоверение к ордену Красной Звезды НАЦА Захарова Александра Ипомединовича. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты, дорогие друзья, еще раз. Уважаемые ветераны, афганцы! Наступает 15 февраля, когда 40-я армия выполнила поставленные задачи в Афганистане, была выведена с данной территории. Военный комиссариат города Москвы всегда ждет память тех героев, которые сражались в 40-й армии. Более 600 тысяч прошли воинов-афганцев через 40-ю армию. 200 тысяч человек были награждены орденами и медалями. 90 человек стали героями Советского Союза. 15 тысяч не вернулись. В городе Москве проживает более 15 тысяч афганцев, которые с честью выполнены данную задачу или постановление правительства. Мы чтим данную память и всегда готовы работать совместно. Министерство обороны Российской Федерации, правительство города Москвы, мэр города Москвы, совместно с департаментом образования большой мероприятий проводят по поиску неврученных наград. Мы фактически за последние годы вручили более 700 наград ветеранам Великой Отечественной войны. Сейчас работаем в неданном направлении. И вы сегодня видите успех в нашей работе. Найден орден и вручен данный орден. Я, как военный комиссар, желаю вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия и готов совместно работать по данному направлению. Спасибо за внимание. Распоряжение правительства Москвы от 21 декабря 2018 года награждение почетной грамоты правительства Москвы за вашу вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в патриотическом воспитании молодежи наградить почетной грамотой правительства Москвы председателя правления местного отделения Московской региональной организации Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана в юго-западном административном округе города Москвы председателем правления региональной общественной организации Московского футбольно-спортивного клуба ветеранов войны в Афганистане и участников военных конфликтов ветеран-спорт Александра Аркадьевича Матиевича Почетной грамотой правительство Москвы награждается член правления местного отделения Московской региональной организации Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана в Восточном административном округе города Москвы Сергей Александрович Колпасчиков Председатель правления местного отделения Московской региональной организации Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана в Восточном административном округе города Москвы Андрея Николаевича Савидова Подвожу аппетитенты АПЛОДИСМЕНТЫ Гражданин почетной грамотой правительства Москвы Председатель правления местного отделения Московской региональной организации Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана в Южном округе города Москвы Председателя региональной общественной организации инвалидов патриотического объединения инвалидов войны в Афганистане и воинов-интернационалистов под шею Валерия Николаевича Смирнова. И ваши громкие аплодисменты сегодня как самый главный подарок от призвания и признания достоинства ваших коллег. Распоряжение мэра Москвы от 20 декабря 2018 года об объявлении благодарности за вклад в развитие ветеранского движения, активное участие в патриотическом воспитании молодежи, объявить благодарность. Члену правления Московской региональной организации Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана Игорю Владимировичу Дзису. Заместителю председателя правления Московской региональной организации Общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана Вячеславу Сергеевичу Панову. Уважаемые друзья, еще раз аплодисменты в адрес всех награжденных сегодня, всех тех, кто молчил, высокие награды. И поверьте, они никогда не забудут ни ваших аплодисментов, ни ваших улыбок. Мы поздравляем вас и приглашаем занять почетные места. Спасибо большое, спасибо большое, Екатерина Вячеславовна и Александру Николаевичу. Спасибо. Давайте всех проводим аплодисменты в зале и почетные места. Мы приглашаем на сцену заместителя председателя Московской городской думы Андрея Николаевича Метельского. Уважаемые, дорогие ветераны, уже 30 лет мы с вами отмечаем годовщину вывода наших войск из Афганистана. Мы отмечаем с вами годовщину окончания боевых действий в Афганистане. И я могу сказать, что мы с честью выполнили свой интернациональный и воинский долг. Я могу сказать, что сегодня, да, мы, если хотите, мы наследники тех великих побед, которые забоевали наши деды и отцы в далеком 45-м. Да, это был 89-й год. Да, было трудно и нелегко. Было нелегко уходить. Было нелегко возвращаться. Но, тем не менее, мы с честью выполнили свой интернациональный долг. Вы с честью выполнили этот долг. Москва к вами гордится. Гордится наша страна. Разжите в этот день и пожелать вам мирного неба, здоровья, терпения. И я могу сказать лишь одно, что сегодня Москва вами гордится. Гордится мэр Москвы, гордится правительство города. Гордимся мы с вами. Гордятся наши внуки и дети. И я верю в то, что это будет всегда. Почему? Потому что русский дух, сила нашего русского оружия, ну и, естественно, наше мужество наших ребят, оно просто вызывает восхищение и уважение во всем мире. Я думаю, так будет всегда. Поэтому на земле всегда будет мир, всегда будет спокойствие, но наша страна будет развиваться, жить, а наши дети всегда будут счастливы. С праздником, дорогие друзья! Внимание! Выносится государственный флаг Российской Федерации, флаг Министерства обороны Российской Федерации, флаг города Москвы. Флаг Министерства обороны Российской Федерации, И как приятно, что в этом зале, несмотря на все трудности, находится боец 108-й мотострелковой дивизии. Николай, иди сюда! Вот он, хоть и с костылем, наш боец. Невзирая на все трудности, при полном приехал в Москву. И, конечно, он сегодня возрадовался, что у нас в России такие мероприятия, такая паника проходит так, так же, чего у них нет, и близко, конечно, они страдают из-за этого. Давайте поприветствуем его! Дорогие боевые друзья, боевые попротивы, честно, откровенно вам сказать, положил руку на сердце, я еще этот вопрос, именно приехать сюда. Дорогой мне город, любимый город Москва. Принял это решение еще полгода тому назад, окончательно и бесповоротно, приехать, встретиться с боевыми друзьями, боевыми попротивами, с коллективами, также Ярославским каскадом, с которыми я тоже поддерживаю уже дружбу прекрасную на протяжении 20 лет. И с большой радостью я приехал, действительно, были притоны, честно вам сказать, в поезде, когда я ехал Львов-Москва, на границе пограничники украинской стороны, да, уже шел вопрос высадить меня из вагона, потому что я в анкете записал, что я еду в город Москву. А рядом как раз уже стояли представители Российской Федерации, таможенники, и по концу они оттернули, забрали паспорт, дали мне, и я приехал. Счастлив, что я здесь вместе с вами. мира и как раз. Здоровья, с вами, азарь, здоровья. Передите себя. Вот это настоящее боевое праздство афганцев, прошедших войну. Праздник у вас. С днем победы. Дорогие друзья, я прошу еще одну минуту в этом замечательном зале, на этом замечательном празднике присутствуют командиры воинских частей, командиры батальонов, которые спасли жизни тысяч наших молодых ребят. я хотел бы в этот замечательный день представить вам, и чтобы мы похлопали замечательному воину-интернационалисту, герою Советского Союза, летчику Крамаренко Сергею Макаровичу. Я хочу, чтобы вы все похлопали и поаплодировали лучшим представителем вооруженных сил Российской Федерации, героем Советского Союза и Российской Федерации. В их честь и за них наша троекратная армейская. Три, четыре. Ура! 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 Ура!